Василий Вячеславович, ваша программа входит в топ-50 мировых программ по бизнес-аналитике. Что обеспечивает программе ее такое международное признание? Ну, чуть-чуть поправлю для начала. Не топ-50, скорее топ-100, да, там 51 плюс написано. Каждый год в этот рейтинг входит разное количество программ. В этом году 97, в прошлом было 84. Но, тем не менее, действительно, это, я считаю, большой успех, большое достижение. Достижение, так сказать, заложенное многолетним трудом всех нас, и преподавателей, и администраторов, и, естественно, студентов нашей программы, и наших выпускников. Вообще, рейтинг QS, он строится на основе оценки самых разных показателей. Это и достижение выпускников, это и разнообразие студентов-преподавателей, и трудоустройство их, эффективность затрат на обучение, то есть совокупность самых разных показателей. Замечательно, действительно замечательно, что мы входим в этот престижный рейтинг. И я считаю, что это действительно некое признание, некая оценка тех усилий, которые мы вкладываем в эту программу, и возможность сделать ее действительно хорошей. Ну, и, как я уже сказал, 51+, я думаю, что это не предел, и наша следующая задача сделать ее из хорошей, лучшей, войти вообще действительно в топ-50 рейтинга, и, так сказать, может быть, даже, не знаю, приблизиться к ее вершине. Хотя это, конечно, такая серьезная задача. Амбициозная задача. Да. Ну, и что я могу сказать? Действительно, это оценка, оценка нашей программы, оценка того, что мы все делаем. Без скромности, да, без ложной скромности, что это единственная программа, так сказать, на русскоязычном пространстве среди отечественных вузов, которая входит в рейтинг магистрских программ КЮЭС по вот этому направлению бизнес-аналитика. Понятно, спасибо. У меня такой вопрос. Программа бизнес-аналитика и системы больших данных ведется на английском языке. И на программе также еще много достаточно иностранных студентов. Что дает это студентам, вот эта вот международная атмосфера и английский язык преподавания? Ну, вы, собственно, все сказали в своем вопросе, да. Английский язык, возможность общения со своими, так сказать, зарубежными коллегами. Это, в общем-то, мы за два года практически готовим, стараемся подготовить наших студентов, занять какие-то замечательные трудовые позиции именно на международном рынке труда. То есть не ориентируясь только на отечественный рынок, а сразу с обхватом всей международной аудитории. Разумеется, это опыт сотрудничества с иностранными студентами, когда, так сказать, обок-обок с тобой в аудитории занимаются студенты самых разных стран, ну, не знаю, от Европы, так сказать, до Африки, включая Китай. Не хочу никого обидеть, просто слишком много стран, если все перечислять. То это действительно дает возможность подготовить себя сразу как международный специалист. Понятно. Ваша программа раньше называлась «Система больших данных». В этом году к названию появился еще кусок бизнес-аналитика. Что нового появилось в программе? На самом деле, тут ответ может быть или очень коротким, или очень длинным. Если очень коротким, то, в принципе, ничего нового не появилось. То есть, как и раньше, это программа, которая готовит универсальных специалистов, обладающих, ну, я даже сказал, уникальным сочетанием компетенций, по и знанию, и того, что называется Data Science, умеющих разбираться в этих вещах, что такое данные и как их анализировать, и одновременно имеющих знания о том, как управлять этими данными, как управлять знаниями, как превращать знания, заложенные в данные, превращать их в эффективность бизнеса, превращать их в деньги. Делать то, что сейчас называется модным словом Data Governance, управление данными. Управление данными как источник эффективности бизнеса. Вот именно на это всегда были нацелены выпускники нашей программы. Действительно, мы сейчас немножко изменили название с тем, чтобы, я бы сказал, правильнее позиционировать нашу программу. Потому что регулярно происходит путаница. Вообще говоря, данные, большие данные – очень многообразное слово. И под этим направлением часто понимают очень разные вещи. И специалисты, говорят специалисты в области больших данных. Это могут быть самые разные направления. То есть это может быть инженер данных, архитектор данных, тот, кто проектирует систему обработки данных, создает соответствующее решение. Это одна область знаний. Действительно, тот специалист, который называется Data Scientist, умеет находить закономерности в данных, великолепно знает все про машинное обучение. Другая специальность. И, наконец, специалист, который действительно умеет внедрять в бизнес-процессы те системы и технологии, которые как раз основаны на знализе больших данных. Это третья профессия. И вот для того, чтобы действительно, скажем так, четче позиционировать нашу программу среди других многочисленных магистрских программ, особенно бурно, я бы сказал, даже возникающих в последнее время, связанных именно с обработкой, с анализом данных, мы немножко изменили свое название. Ну и, опять же, это позиционирование, скажем так, отвечает тому же рейтингу QS, который мы уже упомянули. Там программа действительно позиционируется среди магистрских программ Masters in Business Analytics. Бизнес-аналитика. Опять же, там это тоже очень многообразное слово. Там понимают под ней и, скажем, людей, которые занимаются программированием для бизнес-аналитика. Тот самый Data Scientist. И, не знаю, маркетинговая аналитика как особая область. То есть там тоже среди этих программ достаточно много специализаций. Но, тем не менее, это все-таки не Data Science, да, это все-таки бизнес-аналитика, которая обеспечивает понимание бизнес-процессов, который умеет применять методы анализа данных для развития, улучшения бизнеса. Продолжение следует...